Дорожные знаки Движение по улице Вокзальной в Уфе стало односторонним Лихачи на дороге! Как уйти от столкновения? Срезал через АЗС? Нарушил или исхитрил? Попробуем разобраться Огнетушитель и аптечка! Как подготовить машину к техосмотру? Права нового образца теперь и в республике В первых числах марта автомобильное движение вдоль железнодорожного вокзала Уфы По улице Вокзальной стало односторонним Со стороны Нижегородки доехать до ЖД напрямую теперь невозможно Двухстороннее движение с улицы Дзержинского закрыто Водителям придется сначала выехать на улицу Карла Маркса И по ней спуститься к вокзалу Дорожный знак одностороннее движение установили на пересечении улиц Вокзальной и Карла Маркса Зато возле привокзальной площади теперь можно парковать машины с обеих сторон дороги Автобусы высаживают пассажиров возле привокзальной площади А чтобы сесть в транспорт, людям придется подняться на верхнюю площадку Напротив трамвайной остановки ЖД вокзал Эксперимент продлится до конца марта Если новшество будет удобно пассажирам Такую схему движения сделают постоянной Сегодня водители, которые привыкли ездить по старой схеме И не замечают запрещающий знак Предостаточно Всем им грозит штраф в размере 5000 рублей Или лишение водительского удостоверения На срок от 4 до 6 месяцев Внимательно следите за дорожными знаками При нашем оживленном движении на дорогах всегда есть водители, которые сильно спешат Частенько такие лихачи создают аварийные ситуации на дороге То неприятно подрежут, то проскочат на желтый А то и на красный Вдвойне опаснее становится, когда на перекрестке сталкиваются сразу два суперводителя Как мыслят лихачи? Пока все будут трогаться Обойду их в лазейке справа и сделаю всех на старте А в это время другой лихач несется на желтый А когда ему горит красный, он находится на середине перекрестка Столкновение оказывается неожиданным для обоих Немало водителей сегодня ездят именно таким образом Надеясь на проскочу По их вине 90% всех ДТП совершается на перекрестках Внимание! Проезжая перекресток, двигайтесь строго на зеленый сигнал светофора Не вырывайтесь вперед от общего потока Далее в программе Срезал через АЗС? Нарушил или схитрил? Попробуем разобраться Огнетушитель и аптечка Как подготовить машину к техосмотру? Права нового образца теперь и в республике Перекресток улиц Комсомольской и Лесотехникума Водители, которые сильно торопятся, встретив красный сигнал светофора Поворачивают направо, срезают через АЗС И практически сразу выезжают на Комсомольскую Так делают многие Нарушают ли они правила дорожного движения? С одной стороны, путь через АЗС – это прилегающая территория И для сквозного проезда она не предназначена Значит, нарушение есть С другой стороны, заехав на заправку, заправлять машину ты не обязан Например, находясь там, водитель мог вспомнить, что он забыл деньги и поэтому сразу поехал дальше Но не будут же его за это штрафовать Подобных перекрестков с возможностью среза в городе несколько Такое нарушение не несет в себе видимой опасности участникам движения Разве что небольшие неудобства для тех, кто в действительности заливает баки на АЗС Да и сотрудники ГИБДД из-за отсутствия явного состава нарушения закрывают на это глаза Получаются подобные маневры совершать можно, если осторожно По данному вопросу нами был направлен запрос в ГИБДД Уфы Ответ мы узнаем в следующем выпуске Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как пройти техосмотр Куда идти, что делать, чтобы получить заветный талончик Запоминайте и записывайте С собой необходимо иметь Огнетушитель Автомобильную аптечку Знак аварийной остановки Обратите внимание на свет поворотников дальнего и ближнего света фар Во-первых, они должны светить А во-вторых, быть установленным ГОСТом цветов Самостоятельно проверьте автомобиль на наличие потеков масла и тормозной жидкости под машиной А также состояние резиновых шлангов Все готово для прохождения ТО Вспомните, где на блоке двигателя выбит его номер И аккуратно почистите это место Для начала перед прохождением ТО нужно собрать все имеющиеся квитанции и штрафы Как оплатить штрафы мы рассказывали в пятом выпуске передач Необходимо вспомнить, сколько их и какие они Это можно сделать, посмотрев все квитанции, которые вам выписали сотрудники ГИБДД Квитанции по оплате госпошлины при прохождении ТО Можно заполнить и оплатить прямо на станции Но при таком варианте оплаты не исключена очередь Поэтому есть и другой вариант Для автолюбителей Уфы доступно заполнение квитанции Для прохождения государственного технического осмотра в интернете Их необходимо распечатать и оплатить в одном из отделений банков Кроме того, следует учитывать, что комиссионные сборы, например, в Сбербанке Меньше, чем в Инвесткапиталбанке Теперь после оплаты квитанции стало возможно приехать на станцию ГТО в Затон И сразу же заехать на территорию, не теряя времени в очереди на оплату Что проверяют на техосмотре в обязательном порядке? Для начала это лампочки стоп-сигнала, габаритные огни, дальний и ближний свет, противотуманные фары и поворотники В том числе проверяют, не слепит ли свет фар других участников движения Далее проверяют суммарный рулевой люфт Люфт не должен на легковой машине превышать 10 градусов Не более 10 Вот измеряем угол наклона поворота рулевого колеса вправо и влево Тормозные усилия передней и задней оси Ручной тормоз Смотрим состояние тормозных шлангов, чтобы не было трещин, надрывов Звуковой сигнал, светопропускаемость стекол Задние ремни проверяем, чтобы они были в рабочем положении Работу дворников и омывателей После этого водитель получает акт технического осмотра Если в ходе проверки были обнаружены неисправности У водителя есть 20 дней, чтобы устранить неполадку и повторный ТО пройти бесплатно Если неисправности обнаружат снова, на третий раз водителю придется оплачивать квитанции заново Итак, акт техосмотра получен Все в порядке Водитель отправляется на этап сверки Производится сверка двух агрегатов Например, двигателя, вина, кузова, данного автомобиля и данного документа Проверяются документы Паспорт, водительское удостоверение Документы на автомобиль, доверенность, страховой полис Талон предыдущего технического осмотра Проверяется комплектность автомобиля Наличие аптечки, огнетушителя, знак аварийной остановки После этапа сверки, если все в порядке Водитель отправляется получать новый эталон техосмотра На котором, соответственно, будет указана крайняя дата Следующего ТО автомобиля Талон техосмотра, согласно правилам, должен располагаться в нижнем правом углу лобового стекла Его отсутствие не является нарушением, но является поводом для остановки автомобиля Вопрос Сколько можно ездить без техосмотра? Утвержденный законодательством период свободного передвижения на только что приобретенном транспортном средстве Составляет 30 календарных дней Начиная с момента регистрации автомобиля в ГИБДД Затем необходимо пройти техосмотр на одной из государственных автостанций Где вам выдадут талон, на котором будет значиться дата следующего ТО Если же у вас просто просроченный техосмотр То ездить вам весьма недолго До первого поста ГИБДД Хочу напомнить об административной ответственности За эксплуатацию транспортных средств с непродным техническим осмотром Она предусмотрена статьей 12.1.2 Кодекса административных правонарушений Влечет она на наложение административного штрафа в размере 800 рублей С запрещением эксплуатации транспортного средства Со снятием государственных регистрационных знаков Далее в программе Права нового образца теперь и в республике Ноу-хау из Дании Как не уснуть в дороге С 1 марта в республике выдают водительские удостоверения нового образца Процесс их получения остался прежним Сначала теоретический экзамен, далее практика И соответственно потом, при успешном исходе Процесс получения водительских прав С начала этого месяца во многих регионах России Водительские удостоверения выдаются в новом формате Новые права это пластиковая карточка, имеющая высокую полиграфическую защиту И специальный штрих-код, который позволит сотруднику ГИБДД С помощью считывающего устройства проверить данные водителя И при необходимости внести их в протокол в электронном виде Новые права практически полностью защищены от подделки Также в новых правах, кроме привычных российским водителям категорий А, Б, С и Д Появились три новые позиции БЕ, СЕ и ДЕ Которые дают право на управление соответствующими транспортными средствами С прицепами А вот просто категории Е в новых правах нет Кроме того, введены отдельные категории Трамвай и троллейбус Еще один плюс новых прав это международный формат С ними автовладельцы смогут ездить более чем в 140 стран мира При этом им не понадобится дополнительно оформлять международные удостоверения Как было сказано в СМИ ранее Введение новых прав не повлечет за собой массовой замены документов Права будут меняться по истечению срока их действия По статистике большая часть всех аварий на трассах с тяжелыми последствиями Вызвана высокой усталостью водителей Каждый борется со сном по-разному Кто-то слушает громкую музыку, пьет кофе или открывает окно А вот датские ученые пошли дальше и разработали аппарат антислиппилот Никаких камер, следящих за глазами или лицом Никаких радаров для оценки обстановки Тут не требуется Достаточно лишь поставить в салоне небольшую шайбу антисна со светодиодными индикаторами Перед конкретной поездкой водитель сообщает приборчику о своей усталости Учитывая сколько часов он уже не спит Принимал ли перед поездкой лекарства или алкоголь Как давно и сколько часов он спал в последние три дня Уже в ходе самой поездки аппарат определяет Как прогрессирует усталость человека И как растет риск засыпания в каждый момент времени А затем прибор подает световой и звуковой сигнал Водитель же должен немедленно прикоснуться к пилоту А прибор с высокой точностью засекает время реакции Чтобы сравнить его потом с результатом следующей проверки Таким образом, ноу-хау не дает водителю заснуть с помощью сигналов звука и света И на протяжении всего пути проверяет его реакцию Но сколько бы ни было изобретено сверхчувствительных приборов Настоящий отдых ничего не заменит Поэтому вместо всяких народных средств создатели антисна Разумно советуют водителю покинуть трассу и хотя бы 10 минут отдохнуть Продолжение следует...